От 140 до 200 миллионов рублей потребуется из бюджета на создание платных парковок в центре Ярославля в зоне ЮНЕСКО. Такие цифры прозвучали при обсуждении этого вопроса на комиссии муниципалитета по экономике. В то же время пополнить казну предлагалось за счет продажи четырех муниципальных бань. Однако новации одобрили не все. На Перекопе, где самый старый частный сектор, вообще как рука у кого поднялась, Александр Иванович, включить в этот список. Хоть 10, хоть 20 миллионов пускай будет убыток. Но это наша городская задача. У нас других задач – образование, в бане помыть человека, да в церковь, чтобы он сходил. Предложение о продаже четырех муниципальных бань некоторые депутаты встретили буквально в штыки. Другие говорили, что в помывочной бухгалтерии надо сначала разобраться. Сегодня бани несут большие убытки, которые покрываются за счет бюджета. Выход – или поднимать цену на билет, что не вяжется с социальной функцией, или отказаться от бань совсем, передав их в частные руки. Больше всего споров разгорелось вокруг бани на Перекопе, где много частного сектора. Ну вот в 10-м году посещаемость была 43,5 тысячи этой бани. 43,5 тысячи. То в 14-м, всего лишь через 4 года, уже 16 тысяч всего. В три раза упало, понимаете? Это все понятно, кармусары завесли. И, соответственно, чем меньше посещаемость, тем больше убытки у этой бани. Сошлись на том, что этот вопрос еще требует дополнительной проработки. Если и выставлять на продажу, то в первую очередь баню на Большой Октябрьской, где много арендаторов и нет частных домов. Еще одной горячей темой оказались парковки. К концу этого года городские власти намерены организовать платные стоянки в центре города. По предварительным подсчетам стоимость услуги будет 20 рублей в час. При этом потребуется порядка 200 миллионов рублей на организацию. Будет закуплено в виде оборудования, терминалы для оплаты, установлены дорожные знаки. Заведовать всем станет муниципальное казенное учреждение, куда нужно будет набрать сотрудников. 2280 расположены на дорогах общего пользования. Из них 210 будут выведены под инвалидов. Остальные 300 с копейками – это парковочные места. Точно не запомню. Это парковочные места на плоскостных парковочных пространствах, таких как территория парковки возле клуба «Горка», на площади Богоявления, на привокзальной площади. Чтобы не наломать дров, местные власти внимательно изучали опыт создания платных парковок в центре столицы. Однако депутаты раскритиковали мэрию за нерасторопность в этом вопросе. «Какой июль? Вчера должны были быть парковки в городе Ярославле. Год назад мы приняли с вами документ, развязав руки мэрии города Ярославля, организовать платные парковочные места в городе. Нет ни одного правового нормативного документа принять муниципальный правовой акт о парковках, то есть в местах, в форме оплаты и о том, кто будет этим заниматься. Три документа должны появиться, я считаю, не позднее июня». При этом власти признаются, что быстрой окупаемости от этого проекта не ждут. Его главная задача – организация дорожного движения так, чтобы в центре было где припарковаться. Нина Свичникова, Михаил Орлов.